Маткульт, привет всем! С нами снова Гриша Верзонт! Гриша, привет, дорогой! Сейчас мы сделаем вид, что мы совсем в другой день встретились и записали новый ролик. Так и будет. Так и будет. Вот я знаю, что ты любишь разные задачи по математике. Очень. И вот сейчас хочется поговорить не про какую-то возвышенную теорию, а про конкретную задачу. А нам вот про что, вот в разных играх и развлечениях бывает, что нужно кидать кубик. Например, там вот, и даже иногда какой-нибудь многогранный кубик. Бывают уже такие всякие развлечения, что там 30-гранный кубик или что-то такое. И, конечно, не всегда есть под рукой даже обычный игральный кубик, не говоря уж о додекаэдре. Додекаэдр легко реализовать кубиком и монетой. Вот. А я хочу примерно то же самое. Понятно почему, да? Мы берем одну шестую, реализовываем на кубике, и одну вторую на монете. И у нас получается вероятность пространства, так сказать, прямым произведением одного, в котором два, и в другом, в котором шесть. И каждое событие 1.12 дает вот. Да-да-да-да-да, это да. Вот я хочу сделать так же, только без кубика. Вот давай обсудим, как заменить кубик монеткой. Кубик монеткой? Во-первых, я думаю, что любой зритель канала может доказать, что это сделать невозможно. Я могу сразу сказать, что любое выражение для вероятности, которое получается при применении монеты, содержит у себя в знаменателе только два в каких-то степенях. Ну, конечно. Как это, это что-то из целого двородического анализа, что-то такое, да? Не знаю, двородический анализ. Я не знаю, пока сейчас Горчинский придет, он меня научит ему. Ну, в общем, ясно, что можно сымитировать вероятность 1.4, или 1.8, или 7.16, а одну шестую или 1.3 никак невозможно. Нет, конечно, да. Вот, ну... За бесконечное количество киданий, пожалуйста. Ну, все-таки, если невозможно, но очень хочется, давай все-таки сделаем это. А на самом деле дело очень простое. Так. Давай кинем монетку два раза. Тогда есть... Так, сейчас начинается какое-то волшебство. Тогда есть не так много вариантов. Тогда может выпасть «Орел» и «Орел», «Орел» и «Решка». Ну, да. Может выпасть... Может выпасть «Решка-Орел» и «Решка-Решка». И может выпасть «Решка-Решка». Да. Ну, давай сымитируем сначала вероятность 1.3, да? Да, я понял. Мы будем перегидывать случай ООО. Да, да, да. Правильно, да, идея высказанная? Да, да, да. Ну, можно, например, сказать так, да, что мы один из этих вариантов объявим успехом. РР. Ну, например, РР. Это значит «Успех». А другой «Браком». Значит, вот... О, обозначим «Браком». Какие-то два варианта мы обозначим неудачей. Да, да. Неудача. А в этом случае мы скажем, что мы повторяем нашу процедуру. Да, да, ну вот это и есть, на самом деле, потенциально бесконечный ряд. Ну, как сказать? Ну, конечно, можно сказать, что это бесконечная процедура, потому что, действительно, может быть, мы за один раз ничего не поймем, может быть, за два раза не поймем, может быть, за три ничего не поймем. Да, ну, скорее всего, уже... Ну, давай все-таки оценим, вот быстро ли это произойдет. Вот сколько раз в среднем мы будем кидать монетку? Так, сколько раз в среднем нужно кинуть монетку, чтобы, наконец, выпало не ООО, да? Да, 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 да. Так, сейчас, значит, так, ну да, с вероятностью 3 четверти сразу получится успех, с вероятностью, соответственно, 3 четверти, вот 1 четверти у нас получится успех потом. 3 четверти умножить на сумму 1 четверть плюс 1 шестнадцатая плюс... Ой, 1 плюс 1 четверть плюс 1 шестнадцатая, то есть 3 четверти умножить на 1... А, на 4 третьих. В смысле, один раз в среднем мы будем кинуть монетку? Нет, ну, даже нет, я не так понял. Я посчитал единицу. Нет, 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 ну, давай посмотрим, ну, 4 раза мы точно придется кинуть монетку. А, 4, я понял, нет, 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 ты имеешь в виду, что... Сейчас, 2. 2. А, сколько раз кинуть? Нет, я не досчитал. Сколько раз мы кинем монетку? Нет, я не досчитал. Да, правильно, мы, значит, 2 раза точно кинем монетку. Так. Ведь верно, ведь правильно. Да. Потом с вероятностью 1 четвертая нам придется кинуть монетку еще 2 раз. Да, правильно, правильно, да. Ну, потом с вероятностью 1 шестнадцатая еще раз кинуть монетку. Ну, да, еще 2 раза. Еще 2 раза, да. Такая бесконечная сумма. Да, и вот теперь это 2 умножить на 4 третьих. Ну, ты, конечно, правильно говоришь. Ну, давай я для развлечения нарисую, как это можно понять на картинке. Вот многие слышали, ты, кажется, даже про это недавно рассказывал, что можно суммировать, геометрически суммировать. Да, я это обожаю. Но обычно люди геометрически находят только конечные суммы, а можно и бесконечные. Вот давай нарисуем такую картинку. Вот возьмем единичный квадрат, его, значит, разделим на 4 части. Так. Эту часть снова разделим на 4 части. Похоже на нашу процедуру. Да, да, очень, 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 очень сильно похоже. Ну, дальше я уже не могу. Вот. И давай посмотрим вот на такую площадь средней части. Вот она состоит из этих товарищей. Вот какая у нее площадь. Ну, с одной стороны понятно, какая у нее площадь. 1 четвертая плюс 1 четверть от 1 четверти. Ну, то, что мы ищем. Ну, примерно то, что мы ищем. Там единицу прибавим на 2 умножим. А с другой стороны, ну, ежику понятно же, что это треть площади квадрата. Смотри, потому что... А, каждая треть своей фиговины. Ну, конечно. Но вот зеленая часть, у нее площадь такая же, как у синий. Потому что они обе состоят из такого квадрата. Да. И у каждого, да, сверху половина осталась, и снизу половина. Ну, да, 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 все. Вот мы разрезали квадрат, но 3... Ну, нельзя сказать. Да, конечно. Конечно, это 3 равные части, на котором... Ну, они так геометрически не совсем равные, но такие равновеликие уж точно. Да, вот они так. Да, я бы... А, ну, да, 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 я понял. Они не равны, в смысле, не совмещаются движения, но они равносоставлены. Ну, они там равносоставлены, там равновеликие, да. Вот, поэтому мы получаем, что вот это... Это 1 треть. Это очевидно 1 треть, да. Ну, а это, соответственно... А это, соответственно, 2 плюс... 2 плюс 1 треть. Да, да. 8 третьих. То есть... Без сомнения. 2 и 2 третий теперь. Да, то есть мы должны кинуть монету, в общем-то, в среднем... Ну, тут чуть больше двух раз, ну, это да. Недолго. Это чуть больше двух раз. Но это, на самом деле, была такая разминочная задача. Я хотел еще... Вот это похоже еще вот на такую картинку с квадратами. А еще я хотел сказать, что в замечательной книжке Владимира Игоревича Арнольда «Математическое понимание природы» Я не знаю, ты ее, наверное, читал, да. Есть алга. Я начинал читать. Сейчас там про размерности величин и линейную алгебру в степенях. Вот что-то такое, что там... Вот там много чего обсуждается, но там можно найти эту задачу про получение одной трети, а на самом деле там только немножко... Как это положительные числа являются одномерным линейным пространством с действием всех чисел через возведение в степень и с суммой вместо... В произведении вместо суммы. Является. Во-во-во, это, по-моему, там, да, было? Я дело на размерности как-то считал. Что это? Ну, вот это такая картинка, похожая на это. Там в книжке «Математическое понимание природы» обсуждается такая задача, что у тебя есть... Сейчас мы ее пониже напишем. Что у тебя есть такая... И вот так, да? Что у тебя есть такая насадка на трубу, например, которая умеет делить поток на две части, на два потока, на два одинаковых потока. Так, да. И у тебя есть неограниченное количество таких штук. Ну и неограниченное количество шлангов, там, того-сего. И хочется при помощи этого отделить ровно одну треть от потока. И кажется, что это невозможно по той же причине. Там, значит, два в степени N, там, не это понятно. Вот сюда и сюда, да? А отсюда... Сейчас. Ну, я, может, что-нибудь неправильно нарисовал. Короче, сюда или сюда, сюда он обратно идет просто, да. А сюда он обратно идет, да? Ну, на самом деле, та же самая картинка, что у нас здесь была. Что у нас вот один из исходов мы отправляем... Офигеть. ...обратно. Ну, я, кстати, неправильно, наверное, написал. Неправильно. Сейчас, значит, этот или сюда, или сюда, и этот или сюда, или сюда. После чего вот этот единственный, да, забракованный, он отправляется обратно, да? И течет. Ну, один из четырех нужно отправить обратно. А, один из четырех, да. Да-да-да-да-да-да. Не-не-нет. Сейчас. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да, вот так, вот так. И теперь вот здесь, здесь и здесь по одной третье, естественно. А куда оно денется? Да? Правильно, да? Ну, что-то мы неправильно нарисовали. Что-то неправильно, да? Не одна треть? Что-то мы неправильно нарисовали. Ну-ка-ну-ка-ну-ка. Одна... Мы с Димой Епифановым натупили над синусами, и это всем понравилось. так что можем потупить можем да значит и так 1 2 1 2 1 2 1 2 и вот эту одну вторую мы запрещаем они и приводим сюда нет правильно 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 нет неправильно если здесь если здесь разделите пополам то все поровну а всегда нельзя да да нельзя нет все задача будет задача нарисовать правильно если вы как мы не сможете жить задачу возьмите книжку арноль понимание да да это так я стираю смотреть вот хорошо значит это было вступление да да хоть мои не справились с картинка арнольда но это было вступление так но время этого не сильно реализовать это очевидно реализовали же давали но вот мы посчитали что здесь получается среднем 2 2 3 бросание монеты и сразу возникает два вопроса один вопрос такой а все-таки вот нельзя ли побыстрее потому что хочется не ждать слишком долго еще быстрее еще быстрее а во-вторых вопрос такой набываешь что он просит имитировать хоть еще более сложную вероятность например не одну треть одну шестую или 97 19 вот 7 19 это особенно интересно что одну шестую мы как-нибудь из одной трети сделаем с помощью монетки а вообще меня преследует призрак форта боярд где мы не решили задачу про монетки где нужно было больше чем половине случаев спастись помнишь когда да вот но тут на самом деле удивительный такой факт удивительный такой факт что можно любую вероятность любую вероятность но можно наверно оставить картинку 137 там 2017 за 37 2017 можно сымитировать при помощи монетки всего за два бросания монеты это кажется невероятным потому что ну а потому что ну ясно что если чем сложнее дробь тем дольше придется мучиться вот так да вроде да более того даже из тебя интересует конки рациональная вероятность да там одна питое то все равно можно сымитировать за два бросания монетки что вот так подожди это я вообще не понимаю мне да не даже идеи как бы это могло быть как вообще иррационально может ну хорошо нет нет сходящей среды могут быть чему угодно а вот как это сделать быстро да смотри вот для этого вот честные монеты честно че а вот обычно честная монета это начинается чудеса вот вот не знаю разные люди ну я в том числе любят когда возникают какие-то связи между математикой что ты переводишь смотришь на что-то под другим углом переводишь на другой язык и становится это все чуть проще вот например мы здесь значит сумму считали геометрически здесь отлично и очень приятно по моему получилось давай давай действительно геометрически посмотрим на наше бросание монеты давай сделаем вот что нарисуем единичный отрезок там рисуем просто единичный отрезок давай так вот и теперь пускай мы хотим сымитировать жребий который выпадает смертностью x например вот вот я отмечу эту точку x нужная вероятность да 1 питая на это так да ну в качестве разминки можно так примерно сказать что ну что да вот как это можно было бы сделать приблизительно ну можно было бы кинуть монетку скажем миллион раз ну понятно да очень много раз так показать все 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 если режь кто сюда кидаешь если орел тут все разделилось бы данным миллион маленьких отрезочков не на миллион на там два степени миллион бандо отрезочков но да 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 и мы бы объявили все отрезочки левее нашей в x успехом вот и конечно будет успех а все правее мы объявили бы неудачи ну да 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 не за бесконечно все понятно да так ну или за бесконечно или если нас устраивает чтобы выбирать сделал приблизительно x ну можно там кинуть сто раз все будет отлично так но вот для любителей математики в этом недостаточно примерно правильно хочется чтобы было совсем правильно ну давай оптимизируем вот смотри вот не будем сразу делить на два в сотой частей вот давай кинем один раз монетку сначала кинули и вот орел орел считаем что соответствует левой половине отрезка орешка правой половине отрезка да дальше мы будем это делить пополам еще пополам еще пополам конечно но смотри в одном случае с двух нам уже не нужно продолжать кидать монетку если мы выбрали правый отрезок то у нас уже неудача да если мы вообще если мы выбрали отрезок на котором нет точки x можно на этом остановиться безусловно следующий раз если все-таки нет то кидаем снова монетку теперь вот если у нас выпал этот отрезок мы останавливаемся если вот этот то продам ну да но пока я вижу очень много кидания монеты все равно ну как очень много кидание монетки сам по сути мы один раз монету кинем точно да но второй раз нам монетку нужно кидать только с вертностью 1 2 только если мы выбрали ту половинку в которой есть x ну значит подожди сейчас начинается мухлёж подожди на них подожди на никакого обмана товарищи мы вообще честные люди так но следующее кидание монетки нам тоже нужно с вертностью половину так все значит нам нужно кидать если мы хотим реализовать вероятность x и если мы кинули орлом то мы говорим что она реализовалась процесс закончен ну а ну орел и решка конкретики вот если мы выбрали тот отрезок на кроме точки x уже нету да то он либо целиком левее x либо целиком правее да и продолжать уже не надо да делай работу задумайтесь узнали а понял ты так то есть значит в среднем будет меньше чем два кидания в среднем от ожидания до мат ожидания до ну это просто два ой средний будет два кидая до средний будет ровно два кидая правильно но на самом деле иногда будет чуть меньше например если бирать от задачи если у нас x попала на границу двух отрезков то 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 и орел и ты-то то точно в следующем кидании все точно закончится эта сумма просто обрежется предконечность да но вот мы отожди не не больше ну не знаю ну такую сумму же сейчас есть одна вторая все-таки что происходит я кидаю орел но если мы левее икса то вот 1 2 1 2 до 2 орел мы объявляем успех или неудачу ну я считаю что орел это 0 орешка это единица тогда орел мы объявляем успехом орешку неудачи и заканчиваем то есть попал просто какое-то очередное будет последним да можно еще на случай x 1 4 посмотреть да вот обычно люди как делают что можно кинуть монетку ну да два раз два раза и все и все и взяли все разные да но можно на самом деле кидать болезнь не два раза полтора раза да потому что это мы например о о объявили успехом да то есть у нас первый раз выпал орешка тому что он продолжен не продолжать да вот это получается один присуток да 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 если дробь твачно рационально это будет немножко меньше чем только нас же классно мы любую вероятность имитировали ну да среднем за два да я думал что мне какой-то покажет сверх чудо для этой суммы нарисую нас я для всего рисую картинку но такую сумму все наверно умеют ну конечно искать на я все равно нарисую картинку просто потому что он мне нравится может взять квадрат можно взять одну вторую потом одну четвертую потом эту 8 да скоро все это закончится да скоро через бесконечное количество шагов все закончится единицей да 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 вот но последнее что хотел сказать ну вот вот какой-то отрезок там там то все вот разные нелюбители геометрии наверное хотели бы такой более более алгебрический алгоритм но даже можно легко сконвертировать в алгебру правда же нужно просто x разложить в дробь бесконечную 2 да вот да вот давай я значит к 1 3 наши вернусь для повышения конкретности да можно новой . 0 1 0 1 в периоде напишу там двоечку в знак того что это двое сложение ну вот это кодирует в каком из отрезков лежит каждый раз в левом или в правом как мы понимаем но теперь алгоритм такой что нужно теперь алгоритм для 1 3 можно сказать такой да что можно теперь кидать монетку так и смотреть первый раз может смотреть и кидать монетку первый раз орел орел ну давай первый раз скажем орел выпал на четной позиции или нечетной позиции да правильно правильно первая сарел на четный или первая сарел нечетный зависимости от этого да 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 и и вероятность и под эти два события одну пришлось верностью 1 3 другой пусть свертости 2 3 и да правильно и в среднем все произойдет ровно за два подбрасывания монетки ну потому что это вот речь идет в среднем да 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 но замечательно что здесь совершенно неважно какая была какое было разложение число можно к любое число разложить бесконечную двоечную дробь и будет некий алгоритм да и за два подбрасывания монетки все выяснить класс это тоже будет но алгоритм будет только для счетного множества записей для произвольного алгоритм а бесконечная ну да ну то есть что считается алгоритм да конечно это действительно число которое никак конструктивно не задано что ты что да что она вообще означает вот ну и вот в журнале квантик в одном из ближайших номеров 2021 года будет про это написано да класс а я кстати вот это знаешь как вижу обычно я объясняю прямо на прямой я говорю чтоа на что можно половина того что было это половина того что осталось половина того что осталось половина того что осталось ну конечно конечно но ты raised к называть мне папа так объяснял я провозри за ты мы cogn gen big these south of you great that что вот кажется что-нибудь там бесконечно близко приближiliщ�arb там а здесь площадь This Indonesia почему-то здесь она глядя здесь не до как почему-то здесь это меньше вызывает возмущение людей хотя конечно никакой содержательной разницы нет я конечно я помню что в классе в пятом я к папе подошел сказал я понял в чем затык я не понимаю почему нет вот ни одного числа который но меньше любого вот который мы просто не видим он говорит почему сынок есть это называется нестандартный анализ у кого у тебя суровый папа заговорил про хвост и зелениц то тут конечно вот чтобы такой рецепт работал например нужно конечно писать что один ну да естественно то есть это не стандартный анализ сразу как бы если кто-то мыслит нестандартно то нет ну здесь какой стандартный анализ но просто вот если хочешь чтобы алгоритм работал нужно брать то разложение которого хвост из единицы если случайно двоично рациональное число попалось и проверять вот и каждый вообще отрезанный справа то есть каждое двоично рациональное число тоже заменить на хвост из права да 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 ну чтобы для единобрасия алгоритма для единобрасия алгоритма да вот круто спасибо огромное маткульт привет всем спасибо гриша ибо